всем здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут ольга а канал называется вязаная хобби вот сегодня я хочу с вами поделиться вот такой вот красотой которая у меня вяжется вяжу я такое в первый раз ну не знаю как получается не получается естественно же я связала сначала образец чтобы проверить свои силы получится у меня жаккард или нет ну вроде как ничего и все-таки я решилась уж больно мне очень нравятся вот такие вот джемпера жаккардом так это у меня начало кокетки тут я провязала вот от резиночки ну примерно сантиметров 12 они измеряла ну так на глазок хотя можно и измерить мне тоже интересно так принесла я сантиметра сейчас посмотрим от резиночки сколько у меня тут связано ну вот с белого да что провязано белым 13 сантиметров 13 сантиметров и еще ну примерно мне вязать сантиметров 11 кокетки ну то есть вот жаккардом узорчиком так из какой же пряжи я вижу друзья мои я покупала вот такую пряжу совсем недавно тоже она для меня новинка может быть для кого-то нет очень мне понравилось настолько прямо я не знаю мягкость мягкая и не колючая просто чудо yarnart силки royal или роял кто как называет да так требуется у нас здесь что спицы три с половиной рекомендованный и крючочек тоже три с половиной показано что 450 грамм нужно на изделие но я закупила в достаточном количестве пряжи так что я думаю мне тут все хватит вот такие вот значочки так номер пряжи 433 это вот этот вот брусничный или как не знаю его назвать посмотрите он с таким блеском так очень смотрится красиво и такой вот как бы немножко пушочек у нее короткий есть так состав я не сказала еще до 35 процентов силк сил крайон или район до 65 процентов мерина вул в 50 граммах 140 метров вот такая вот пряжа а у белый номер все то же самое только номер сейчас вам скажу 447 номер вот достала из упаковочки специально вам показать из какой пряжи я вижу спицами я вижу там три с половиной рекомендовано но я взяла спицы китайские 375 почему потому что это кокетка жаккардовая да как бы ну вообще жаккард он же собирает полотно да как бы это называется это сжимает да но я вижу мне кажется слабовато и у меня ничего не собирает то есть вот ну нормально она я могла бы и на спицах три с половиной вязать ну хотя и на этих нормально ничего страшного буду перейду вязать тело я перейду на три с половиной чтобы было немножко поплотнее я не люблю когда слишком большие большое межпетельное пространство ну не нравится мне вот значит росток я здесь не вывязывала после резинки буду вязать азиатский росток и может быть я свяжу его так сказать анатомический но только по телу да не азиатский но это еще у меня под вопросом я еще думаю какой раз точек вязать так что процесс идет допустим я свяжу росток у меня будет вот так переодела на две спицы потому что так на одной все присборено и показатель трудно вот такая вот красота получается у меня вот узор очень красивый нашла его я на просторах пинтерест вот и это значит что же я хотела еще сказать по поводу вот этой вот этого своего процесса ах да вот это все провязала я за вчерашний день сегодня буквально но только ряда 2 наверное провязала настолько интересно что же дальше как же дальше узор будет располагаться очень очень интересно так покажу вам сейчас изнанку изнанку вот такая вот красивенькая получается так ниточки это у меня уже белый второй моточек я присоединила а красный так вот это белый второй а вот это еще красный 1 то есть расход нормальный вот изнаночка моя протяжки я делаю не тугие ну и не слишком слабые чтобы вот когда я протяжку делаю я вот так немножко растягиваю чтобы было все все идеально ровно ну вот такая вот красота у меня получается сейчас я вам девочки хочу показать новиночку которую я купила вот сегодня купила сегодня да показываю вам даже не дождалась я когда свяжу образец сначала думала свяжу образец постираю покажу вам но как сказать не удержаться невозможно что же я купила купила я вот такую вот красоту красоту извините девочки у меня тут шорохи всякие это сын у меня тут бегал так значит на чем я остановилась вот такую вот я купила мякушку ярнарт флауэр сальпака она новинка у ярнарт номер вот такой бобиночки большой мягкой 436 турецкая пряжа так что у нас здесь рекомендованы спицы три с половиной и крючок тоже три с половиной на изделие показано 500 грамм требуется до ниточка тоненькая двоечка у нас здесь вот такие вот обозначения так состав пряжи 25 про то и извините 20 процентов альпака и 80 процентов акрил что-то я заговариваюсь в этой вот бобинки вот в этой 250 грамм и здесь 940 метров то есть две штучки на взрослого вполне хватит за глаза и за уши на джемпер так я вот нас уже проговорилась буду вязать себе джемпер джемпер буду вязать с круглой кокеткой кокетку круглую я возьму из книжки так вот девчата сейчас я вам покажу вот из этой книжки своей большая книга японских узоров хитом и шида уже нашла кокетку какую хочу связать вот такую такими листиками не знаю уместно будет она здесь или неуместно если мне не понравится я естественно же распущу это у меня не заржавеет вот эту кокетку я уже вязала из хлопка а тут я хочу вот такой связать думаю будет нормально наверно ну посмотрим да и начну так это я уберу книжечку чтобы она не мешала сейчас секундочку девчата и хочу я вот начать вязать из серединки чтобы горловинка была у меня красненькая и потом вот так далее у меня значит две бобинки и чтобы у меня рукава были одинаковые я наверно отмотаю от 1 2 одинаковое количество пряжи вот начало до отмотаю не знаю поскольку там прикину сколько мне нужно будет на рукав отмотаю примерное количество и отложу и буду вывязывать тело до а потом уже вот от 1 клубочка сделаю один рукав и от 2 клубочка сделаю второй рукав и вот у меня будет такая вот красота вот если трогать девочки это невероятная мягкость я ну я не знаю это такая вот мягкость мягкая просто чудо просто чудо так откладываю я вот это вот немножко стороночку вот так вот да поставим красивенько и покажу вам еще один процесс по которому у меня есть небольшие продвижения соседи делают ремонт без этого же никак как только я беру камеру сразу же им ремонт надо делать так друзья мои перед вами мужской джемпер будущий с одним рукавом так для тех кто смотрит в первый раз это видео я скажу из какой пряжи я вижу вижу я из yarnart merino deluxe 50 100 граммах 280 метров 50 процентов шерсти и 50 процентов акрила цвет этой пряжи если кому интересно 30 72 значки вот такие и рекомендованные спицы тоже три с половиной а крючок четверка рекомендован вот такая вот пряжица так вижу я вот таким вот узором но я полностью объяснять не буду как я вижу я хочу его уже доделаю довезу до конца и и потом уже расскажу как вязала так краткий обзор сделаю да у меня как тут начало я вязала по кругу до набирала вот петельки вязала по кругу до пройм далее разделила пополам пополам полотно вывязала спинку вывязала перед соединила плечики выполнила при плечевые швы обработала горловину так вот таким образом закрыла иголкой так она у меня такая нитки все торчат еще они у меня не убраны вот перед и спинка у меня уже постираны отодвину девочки я подальше потому что не хватает местечко так ребенок у меня там кричит надо его все утихомерила прийти их маленько сидит играет в онлайн игры компьютерные общается и так громко так что же дальше у меня значит набрала я девчата из проймы петельки на рукав так пододвину все тесновато мне тут так ой простите ради бога как всегда я не могу без этого чтобы не задеть штатив вот здесь у меня изнаночная гладь рукав я вязала лицевой гладью и получилось вот так вот я думаю даже какое-то интересное решение получилось сначала я подумывала тоже пустить узор по рукаву вот в этом месте то есть вот от начала рукава и до самого конца хотела пустить один рапорт но начать то я начала вязать но получилось так что он ну вот здесь вот присбаривая потому что узор он же как сказать-то собирает полотно потому что вот он такой с переплетениями и как бы собирает и решила я все таки ну без узора делать рукав просто думаю свежу лицевой гладью рассчитала ритм убавок у меня получилось что в каждом седьмом ряду я делала убавки сделала убавки дошла осталось у меня здесь на спицах 60 петель взяла другие спицы вязала я три с половиной ну все полностью так нет вру девочки 375 я вязала 375 кубики книг про вот а вот манжетик я уже связала 275 275 на размер взяла меньше вот тоже закрыла иглой нитки еще не убраны вон они у меня тут кончик торчит вот лицевая гладь пряжа такая вот девочки хорошая рядности нет и получаю по кругу вязала он у меня бесшовный рукав вот такие вот убавки получились у меня по всему на протяжении всего рукава подрезов нет вот девочки подрезов я не делала хотя можно было бы ну ладно этот джемпер пусть будет без подрезов а другой уже можно связать и в другом фасончике да по-другому с подрезами там вообще по-другому связать так и что же я хотела вам еще сказать другие процессы у меня вяжутся вяжутся у меня там жилет из толстой пряжи два платочка осталось мне только там ну совсем немножко там буквально два-три ряда на одном и на другом платочки связать и уже будет эти работы выполнены и еще у меня вяжется полувер мне до полувер из красивой пряжицы с люрексом ну вот наверное и буду заканчивать свое видео коротенькое такое она немножко показала вам своих новинок похвасталась вам вот и хочу поблагодарить вас кто досмотрел вот это видео до конца кому интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик вам будут приходить новые ну то есть вам будут приходить оповещания о новых видео огромное вам девочки спасибо за просмотры хочу пожелать вам мира и добра всего самого-самого хорошего хочу пожелать вам ну конечно же пожелаю творческих вам идей это нам творческим людям это нужно обязательно идея для нас это очень важно вдохновение и ровных петелек и всем пока пока с вами была Ольга на вязаном хобби